Теперь давайте с вами поговорим, посмотрим, что из себя представляют суставы. В качестве примера мы возьмем большой сустав. На самом деле суставы имеют очень простую структуру. Две кости и снаружи они закрыты слоями связок мышц. И вот эта вот оболочка, то есть вместе кости и вот эта оболочка, это есть суставы. Наш сустав, он может быть подвижен благодаря вот этим связкам и сухожилиям, которые находятся снаружи. Благодаря их натяжению, совмещению. Мы можем делать вот такое движение, благодаря растяжению вот этих связок, натяжению. Возможно, именно благодаря тому, что у нас на спине связки, они тоже тянутся, мы можем делать такие движения. В то же время связки, мышцы, они защищают поверхность сустава. И вот эта внешняя оболочка сустава, она называется суставная сумка. Вот эта вот площадь соприкосновения двух костей, где происходит трение, она называется поверхностью сустава. Вот это вот процвет между костями, который находится внутри суставной сумки, называется полостью сустава. Что находится в полости сустава? Точно так же, как в различных механизмах, для того, чтобы они могли работать, чтобы не осуществлялось сильное трение, там находится масло. Вот и внутри полости сустава находится тоже смазочная жидкость, то есть она называется синавиальная жидкость. И когда с возрастом в полости сустава уменьшается количество синавиальной жидкости, усиливается трение поверхности сустава. И чем больше это трение имеет место, тем менее ровным становится поверхность сустава, появляются шероховатости, выбойные и так далее. Что из себя представляет поверхность сустава? Вы все видели из чего она состоит. Называется эта ткань хрящ. А вы все видели это на костях животных? То есть такая вот белая ткань, эластичная, мягкая. И мы сказали, что снаружи сустав он зависит от связками и сухожилиями. То есть такие, которые состоят из таких вот прочных и эластичных тканей. В молодости у нас тоже иногда бывают спортивные травмы суставов. Обычно они затрагивают именно суставную сумку. Что это такое? Это различные вывихи, растяжения. То есть как раз именно проблемы суставной сумки. Такое, что ребята, все уже было. До Soccer. То есть все это было. И мы все равно общались по системе фас понимания. То есть если вы будете сухожили twelve часы, то есть когда мы переходим, то мы в цветоре. Так что вы все понимаете, что в течение двух часов от всего 27 часов от всего 24 часа. сделать холодный компресс, а потом через 24 часа сделать прогревание, такая травма, она быстро заживает. Почему она быстро заживает? Потому что внешняя часть сустава, вот эта вот оболочка, она представляет из себя мягкие ткани. Но с возрастом у нас уже появляются проблемы, которые затрагивают полость, вернее поверхность сустава. То есть обычно в возрасте где-то после 35 лет, такие проблемы начинают проявляться. Это воспалительные процессы, артриты и артрозы. И мы с вами говорили о том, как такие проблемы лечатся в наших больницах. Вот это вот трение приводит к воспалению. Воспаление это называют небактериальным, потому что оно не связано с бактериями. Именно поэтому для лечения таких воспалений используют нестероидные противовоспалительные препараты. Главная цель таких противовоспалительных средств это убрать воспаление. Но они отнюдь не восстанавливают поврежденную поверхность сустава. Ведь мы должны с вами знать, какое вещество основное входит в состав крещевой ткани. Это коллаген. Слышали? Функциональный белком, количество которого в нашем организме наибольшее. То есть среди всех белков его содержание в нашем организме самое большое. И он, то есть, вернее коллаген, его можно найти практически в каждом органе нашего организма. Например, кожа. Например, наши кости. Мышцы. Сосуды. Все ткани, которые обладают эластичностью, прочностью, они содержат коллаген. Потому что он имеет такую спиралиобразную тройную структуру. То есть, подобно трем пружинам, которые вместе соединены. А поэтому он обладает эластичностью. Наши мышечные волокна потому эластичны, потому имеют силу и не рвутся именно за счет того, что в них есть коллаген. То есть, можно так образно представить его в виде такого резинового ремня. Именно поэтому наш хрящ, он обладает определенной эластичностью. Да, холодец. Только холодец или еще что-нибудь? И другое тоже есть. Но просто холодец это как пример. А потому что в холодце есть коллаген. Или, например, рыбья кожа. Теоретически эти продукты, они должны помогать суставам. Потому что основной функциональный компонент нашей суставной сумки это коллаген. Хрящ это тоже коллаген. Но, конечно, часть еще хряща, еще один компонент, который входит в состав хряща это глюкозамин. А поэтому если мы употребляем какие-то продукты, содержащие коллаген, они действительно в какой-то степени могут быть полезны. Но, действительно, в повседневной жизни видели ли вы человека, который бы ел холодец или ел рыбью кожу и вылечил себе суставы? Не видели, наверное. То есть, можно поправиться от этого? Почему? Потому что, кроме коллагена, там содержится еще очень много жиров. Кроме того, в таких продуктах коллаген имеет очень высокую молекулярную массу. То есть, нашему организму трудно его усвоить. И, в конечном итоге, все это превращается в калории, а не в какое-то функциональное вещество. А специалисты говорят, что коллаген, который наш организм может усвоить, он не должен иметь большую молекулярную массу. То есть, его молекулярная масса должна быть от 800 до 3000. А в нашей пище коллаген, который там содержится, он имеет примерно вот такую вот молекулярную массу. Поэтому его очень трудно усвоить. И даже у некоторых людей, если они много таких вот продуктов употребляют, у них начинается диарея. На самом деле, откуда восполняется большая часть коллагена нашего организма? Не из пищи, а она синтезируется в самом организме. А есть один очень знакомый вам компонент. Называется он витамин С. В нашем организме обычные белки взаимодействуют с витамином АС как раз и дают нам коллаген. То есть, происходит вот такой синтез коллагена. Обратите внимание, это очень важный витамин. Витамин С очень дешевый витамин, да? Витамин С очень дешевый витамин, да? И вроде такой вот, ну, какой-то особо обычный. Ничего у него такого особенного нет. Но в то же время мы можем увидеть, что у большего числа современных людей в организме наблюдается недостаток витамина С. Потому что этот витамин, он очень легко разрушается. Например, возможно, вы больше любите есть мясо, чем овощи или фрукты. То есть, больше именно таких продуктов. И многие моменты нашего образа жизни приводят к тому, что в нашем организме увеличивается количество свободных радикалов. А слышали о свободных радикалов? То есть, это один из самых главных врагов здоровья человека. То есть, они вызывают оксидацию нашего организма. Курение становится причиной очень большого числа свободных радикалов. Употребление алкоголя. Даже плохое настроение тоже вызывает образование большого количества свободных радикалов в нашем организме. Выбросы в атмосферу предприятий, выхлопных газов – это тоже источник большого числа свободных радикалов. В вашем городе тоже много машин, да? И обратите внимание, дорогие друзья, когда мы в период оживленного движения в час пик стоим на перекрестке, наш организм в течение 10 минут получает столько же вреда, как от выкуривания двух пачек сигарет. Поэтому не нужно пренебрегать, недооценивать вот этот вред, который нашему организму приносят выхлопные газы. И еще один момент, который тоже является одним из главных источников свободных радикалов в нашем организме – это употребление лекарств. Особенно, когда человек длительное время пьет много лекарств. Поэтому, может быть, вы замечали, что если человек долго лежал в больнице, когда он выписывается, он как будто бы заметно уже стареет. То есть, он сильно постарел. Например, его кожа становится более бледной или темной. Появляется больше морщин. Возможно, начинается еще кровотечение десен. Из-за чего все это происходит? Потому что в организме человека уменьшается содержание коллагена. Что мы любим, когда? Что мы уда Я опять подготовил 7 дней-ти два типа г.